Перед вами владение акционерного общества «Промжилстрой». Само появление этого предприятия на земле Монтагорской уже необычно тем, что возникло благодаря инициативе предыдущего директора комбината Рамазана, который устал бороться с трестом «Монтастрой». Иван Харитонович считал, что трест ему навязывают удобные для него условия работы и строительные серии, выкручивают руки при определении цен на жилье для рабочих металлогов. Раз так, решено было строить все самим. И построили уже немало, в том числе первую на магнитке 16-этажку. А нынче и вовсе решили удивить земляков домом, где комфортность будет выше всякого представления советского человека о том, как и с какими удобствами можно, оказывается, жить. Мне не хотелось бы, чтобы в этой жизни были очень богатые люди, и только они жили, а все остальные были вторым сортом. Значит, поэтому здесь воспринимается полностью социальная сторона жизни каждого, трудящегося в городе Монтогорска. И могут жить, и очень богатые люди могут жить, вот здесь, люди среднего социального класса, ну и просто трудящиеся, которые хорошо работают, они тоже могут заработать и построить себе вот такое жилье, жилье 21-го года. 70 миллионов может стоить такая квартира двухкомнатная в этом доме. Экологически чистый район, улучшенная планировка этого дома. Значит, лесопарк рядом. Гаражи. Гаражи. Значит, гаражи имеются в этом доме для 16-ти квартир. Остальные гаражи мы рядом в этом квартале 142А будем строить. Вот что этот дом представляет собой сейчас в натуре. По крайней мере, из нулевого цикла две недели назад строители не вышли. А вот это же здание на макете. Любопытно, что кирпич для его возведения у строителей свой, с родного завода «Керамик». Кстати, на прошедшей недавно в Москве выставке «Стройтех» продукция завода удивила многих, а ряд предприятий – Москвы, Казахстана – решил закупать его у нас. Их не пугают железнодорожные тарифы, настолько устраивает качество. Что началось со строительной газеты, да? Там была публикация, и вы за нее хватились? Нет, это немножко не совсем верная информация. Мы начали ранее, чем опубликовала газета. То есть появились новые тенденции подхода к жилищному строительству, появились новые наработки и новые желания у людей приобрести более улучшенные квартиры, комфортные квартиры, большей площадью, более легкие дома и более изящные формы. С этого начались разработки в «Кромжилстрою», после этого подхватились научные институты и начали прорабатывать эту концепцию в чертежах. Так как появились первые разработки, «Кромжилстрой» одним из инициаторов на Урале взялся в строительство данного типа домов. Это дома по системе куклы, то есть колонного типа, трансформирующиеся внутренние перегородки по желанию заказчика, большие жилые площади, минимальная площадь однокомнатной квартиры 100 метров, трехкомнатной квартиры 165 и выше квадратных метров. Этот дом имеет раз преимуществ. Нет лифтов, нет каких-то коммуникационных сооружений, связанных с многоэтажными жилыми домами. Дома строятся по комплексной застройке, которая венчает собой квартал, внутреннюю квартальную разводку, сети, коммуникации, игровые площадки.